Всем привет, с вами Гаро и в этом видео мы вновь поговорим о одном из самолетов War Thunder. Как вы и просили, речь пойдет о BF-109K Курфюсте. И как обычно немного истории. BF-109K это последняя из серийных модификаций всем известных мистершмиттов. И можно сказать венец развития немецких поршневых истребителей. Стоит сразу же сказать о том, что в игре у нас BF-109K четвертой серии. Которая впервые сошла со сборочной линии только в октябре 1944 года. Любопытным фактом также является то, что в игре на четвертом Курфюсте у нас стоит MK-108. Хотя на более поздних BF-109K4 уже устанавливали MK-103. Как вы возможно уже знаете, четвертая это не последняя серия. Был еще шестой Курфюз с тремя 30-мм пушками и двумя пулеметами, предназначенные для борьбы с бомбардировщиками. Но этот вариант был сильно приутяжелен и не особо как бы использовался. И последняя, четырнадцатая серия. BF-109K. Уже с совершенно новым двигателем, где использовался двухступенчатый нагнетатель, благодаря которому четырнадцатый Курфюз мог поддерживать высокую скорость на больших высотах. То есть 9-11 тысяч метров. Вполне возможно, что шестой и четырнадцатый Курфюз также когда-нибудь появятся в игре. Но пока что поговорим подробнее о четвертом. Среди игроков Курфюз прежде всего известен из-за своего впечатляющего вооружения. Это 30-мм пушка МК-108, две 20-мм пушки МГ-151 и два пулемета 13-мм МГ-131. Вооружение на самом деле колоссальное. Однако все же не настолько серьезное, как на шестом Густаве, где устанавливались три 30-мм пушки и пулеметы. Вообще сам Курфюз немцы делали как универсальный истребитель. Шестая серия Густава, созданная для борьбы с бомбардировщиками, была слишком уж тяжелой для биться с эскортными истребителями. А десятый Густав немцы сильно облегчили, оставив одну 20-мм пушку, стараясь создать самолет для боев на большой высоте для борьбы с эскортными истребителями союзников. Курфюз же стал своеобразным компромиссом между этими двумя самолетами. Вооружение достаточно для борьбы с летающими крепостями, а ЛТХ позволяет воевать с истребителями союзников на равных. Продолжая тему вооружения, на самом деле идеальным стало бы разделение пушек Курфюз на три группы. На одну кнопку пулемета, на вторую 20-мм пушки и на третью 30-мм МК-108. Однако на мышке это сложно реализовать, и разделение у нас идет только на пулеметы, либо и пушки. На самом деле это все гораздо удобнее делать на джойстике. Несмотря на такое количество стволов, Курфюз может похвастаться и внушительным боезапасом. Если расходовать его с умом, пристреливаясь, как обычно, пулеметами, и только потом открывая огонь из пушек, то снарядов хватит на самое продолжительное сражение. Касательно ЛТХ Курфюз, то в отличие от 6-го густого, он способен эффективно сражаться с любым эскортным истребителем союзников. Однако есть пара «но». Свою максимальную скорость Курфюз развивает на высоте 6000 метров. А вот дальше, из-за отсутствия турбокомпрессора или продвигнутых нагнетателей, идет ее потеря. То есть сражаться с теми же Тандерболтами или Мустангами, которые летят на высоте 9-10 тысяч метров, у него вряд ли выйдет. Что интересно, в игре у нас довольно тяжелый вариант БФ-109К4. Вообще на них, как правило, ставили меньше пушек, да и боезапас был не таким впечатляющим. Так что скорость стандартного Курфюста на 70 километров выше, чем скорость того Курфюста, что у нас в игре. То есть так, в реальности Курфюст вполне мог сражаться с эскортными истребителями и обладал высокой скоростью. Однако в игре у нас переутяжеленная модификация 4-й серии Курфюста, которая на это уже не очень-то способна. Впрочем, в игре у нас и эскортные истребители летают у земли, а сбивать такие цели БФ-109К может с легкостью, как и любой другой Мистершмитт. Сам бой на Курфюсте мало отличается от привычных вам уже боев на Мистершмиттах. 109К также силен в вертикальных маневрах, как и Фридрихи, Эмилии или Густавы. Это постоянство, пожалуй, можно назвать сильной стороной немецкой ветки самолетов. Пересаживаясь на более поздние модификации Мистершмиттов, у вас не появляется ощущение, что вы взяли абсолютно новый самолет. Нет, это все тот же Мистер, вот только он может быть чуть быстрее, чуть маневреннее или вооружен иначе. Однако переучиваться летать вам вряд ли придется. Однако ощущение, что машина переутяжелена, все-таки не оставляет, особенно после того, как вы пересядете с Г-10, который-то как раз-таки и был самым лучшим высотным поршневым истребителем Германии. Подведя итог, в реалиях игры тяжеловатый и медленный Курфюст, хотя до Г-6 с его тремя МК-108 ему все-таки далеко, действительно является чуть ли не лучшим истребителем Германии, особенно для новичков. Но Курфюсте можно не боясь атаковать летающие крепости и сбивать их в одиночку. Он достаточно быстро вертится, чтобы гоняться с другими истребителями, а его орудие с легкостью разносит клочья все, что попадает в прицел. Если же вам интересны ощущения от игры на нем, то Курфюст – это настоящая машина смерти в игре. Скорость, маневренность у земли – все, как у предыдущих мессершмиттов, а зачастую лучше. А вооружение в несколько раз круче. Враги лопаются в воздухе вне зависимости от того, кого вы поймали в перекресте – тяжелый бомбардировщик или юркий истребитель. Для фанатов немецкой линейки развития – просто идеальный самолет. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте писать в комментариях, о каком самолете вы еще хотели бы услышать. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями на goha.ru Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok